Сегодня ночью, естественно, в потьмах, но на искусственно подсвеченном фонарями дублёре Сибирского тракта в районе развязки на посёлок Исток, в общем, на восточных отрогах стольного города Екатерины, мобильный телефон травмировал автопилота, причём не напрямую, а опосредованно через цепь неожиданных событий. Декорация такая. По дублёру Сибирского тракта в сторону Екатеринбурга катились двое. В правом ряду Мазовская фура со 174-ми челябинскими номерами, и в левом ряду чуть сзади ехал германский подорожник Volkswagen Polo, пилотируемый, хотя скорее палотируемый, 32-летним рулевым. Вскоре после того, как два ТСа проехали Истокскую развязку, между ними приключился фулл-контакт. Ехавши сзади Половичок чутка сдвинулся из левого ряда вправо и налетел на левый задний угол попутной, но значительно более медленной челябинской фуры. Огромный старец фура едва заметил этот комаринный укус в корму, а вот самому неосторожному ФАОВ досталось крепко. Ударившись об угол, полуумный болид закрутился на зимней трассе, резко ушел влево и налетел мордой на ершистый отбойник, промяв последний. Передок подорожника, конечно, тоже повредился неслабо. После двух ударов отвердые бездушные предметы. Лобовуха не то, что распаутинилась, а даже перфорировалась. Возникает вопрос, а почему немецкая полуотенца высунулась в соседний ряд и напоролась на угол фуры? А тут тайны нет. И наш внимательный зритель, Игорь, уже в курсе, ибо причина замеса называлась в начале репортажа, в его спойлерной части. Сам половод поведал гаишникам, что по ходу движения отвлекся на мобилу и чуть не угодил в могилу. В целом-то можно констатировать, что полуосатому водиле повезло. Если бы он отвлекся на телефон чуть-чуть на подольше, и половой Volkswagen уехал бы на соседний ряд не на половину, а полностью, то он мог бы забиться носом под корму фуры. А такие замесы зачастую кончаются летально. Однако в этот раз половозрелому положительному полорогому обладателю мобилы несказанно повезло. Он при дабл ударе, а фуру и отбойник треснулся головой, и поначалу было подозрение на ЧМТ. Плюс к этому было подозрение на травму позвоночника, но по данным ГАИ ни одно подозрение не подтвердилось. Не будьте подозрительными и любите друг друга.